Приветствую, друзья! Я не знаю, религиозный я человек или нет, но истинно верующий – это тот, кто душою подобен поэту, тот, кто не видит просто куст или окно, а видит божественное произведение. Сквозь смех и слёзы, сквозь полёт, сквозь суету к вечности, сквозь толпотворение и хаос к глубине порядка жизни. И тогда, когда ты способен видеть прекрасное, тогда ты никогда не одинок. И вот недавно я заметил в одном из видеоинтервью с кем-то, кого-то, интересные соображения. О том, что как это так случилось, что среди животного всего биологического произошёл такой качественный переход, когда вот эта кровь, когда эта жестокость выживания между животным миром вдруг появляется человек. И человек – это, как сказано в Библии, как сказано в Ветхом Завете, как сказано в исламе, разными словами, но это любовь. Бог – это любовь, сказано. И вот когда язычники имели многобожие, и вот когда сказали, что Бог един, это был некий язык, объединение всех разных людей вокруг некого общего образа, за которым стоит некоторое безвремение, некая вечность. У нас называется это постигнуть, где это можно, нулевым состоянием безмятежности. Когда вы выходите из толпотворения, из хаоса мысли, из этого шторма на шкале нашего стресса, условно говоря, на ноль эмоциональной безмятежности, и видите всю картину как бы со стороны, и там вы свободно думаете, без шаблонов мышления и страха, и самоутверждения, вне вот этой конкуренции, и вот этот человек, который в этой любви к человеку и к человечеству, вот это состояние, это же и есть соприкосновение с Богом. Я так думаю, я не религиозный человек, а может религиозный человек, я не верю в жизнь после жизни, сколько бы об этом ни говорили, потому что я сам испытывал состояние глубочайшей остроты напряжения, вот это состояние перехода, когда вдруг я увидел, почувствовал вот этот вот бесконечный мировой разум, и вдруг подумал, отойди от окна, и меня вдруг повалило наземь, пока я перестал дёргаться и держал, и вот это состояние, я понял, это и есть то, что многих посещают в каких-то кризисных моментах, или перед наркозом, переходя в это состояние, или в глубочайшем страхе, и так далее, и помогают этому на самом деле. Любовь к жизни, и ты оттуда выходишь, и поэтому Бог – это любовь, это Бог – это страдание матери по детёнышу, переданное всем, через разум, через сознание, через слова, через образы, через картины, через стихи, через писания. Да, а Ахватова сказала, а любовь – это смерть. Ну да, да, это дозволено поэту. Поэту дозволено постигать такие глубины жизни, где это сказано поэтически, как метафора, как метафора, что любовь – это смерть, потому что иногда так любишь, как говорится, до смерти, и так страдаешь, когда тебе не отвечают на твою любовь, когда ты сталкиваешься с глубочайшей межличностной проблемой в общении с людьми, когда ты за добро, которое ты делаешь, вдруг не отвечают тебе, и ты сокрушаешься, и многие на этом ломаются. А мы говорим о том, что сила духа именно в том, что когда у тебя такой тяжеленный стресс, вспомни три хотя бы свои задачи, нерешённые твои проблемы, вопросы. Подумай в этот момент, в этой боли, в этом страхе, в этом стрессе, понажимай себе вот эти вот пальчики, как следует, вот эти здесь пять болей, здесь пять болей, сделай вот эти вот переключатели доминанты, и спазм сосудов мозга, отпустит, и в клетки мозга поступит снова кислород, и венозный отток наладится, и ты снова станешь целостным, потому что целостный только человек видит целостную картину мира. Поэтому, друзья, желаю вам здоровья, желаю вам быть поэтом, а поэтом ты можешь быть только тогда, когда хорошо выспавшийся, потому что тогда в тебе работает гармония и на созидание, а не только на выживание. Да, высыпайтесь, друзья. Друзья, поэт в человеке это соприкосновение с вечностью. Да, друзья, не знаю я религиозный или нет, но парень я неплохой, и я так чувствую, потому что когда я высплюсь, у меня рождаются поэтические образы и картины, я обучаю чемпионов мира, спортсменов, и помогаю людям и без рук, и без ног жить, творить, созидать. Давайте, друзья, будем все вместе. До встречи!